Девушки отдыхают Я где, Валя, здесь? Вячеслав, ну что сказать? Ну вот лето, вот лето наступило, и это видно даже по внешнему виду крупных функционеров, я бы так сказал, спортивных Мы стараемся следовать вашему стандарту Ну ладно, не надо, это мы стараемся, это мы стараемся, глядя на вас На самом деле нам очень приятно Я, кстати, хочу сказать отдельное спасибо, что вы к нам пришли Могу сказать, что невероятно радостно видеть, я клянусь, вот так радостно видеть человека, который уже занимает крупные государства Государственные посты, не в костюме, а вот так вот по праздничному футболке Это очень приятно, спасибо отдельно за это Вячеслав, что сегодня мы готовим? Ну я вспомнил то время, когда приходилось иногда готовить Вот, а давно ли это время? Это было конец 70-х, холостой парень, однокомнатная квартира, друзья Ургант иногда приезжал из Питера с товарищами, поэтому... Это не я, друзья, это... Да, это Андрей Да, да Вот, и... Тоже, кстати, холостой парень Да, да, и в общем, что можно было приготовить в то время? Пустые прилавки, ну, я думаю, курица Мы даже не понимали, что мы не ели то, что является сегодня модным и полезным Модно, полезно курица, тем более, насколько я понимаю, это курица не просто так приготовленная, а каким-то специальным способом Да, ну, все, что приправ, специи в то время было не так много, поэтому лук, наверное, бекон, как модно сейчас называть, а в то время, да, сало, да, сало Вот у нас есть бекончик, да, мы его достаем Я просто начинаю доставать, так, лучок у нас есть, бекончик есть, да В общем, надо сейчас будет немножко поджарить на сковородке, то есть бекончик с лучком, да Так, после чего? Потом мы положим все в кастрюлю Ага, курицу туда? Курицу, да, ее приправим специями, которые у нас есть здесь под рукой Так, так Потом зальем дешевым столовым вином в то время Прекрасно У нас стоило 80 копеек, это, тем более, нам пить было нельзя, есть вино, да? Вот у нас вино, на нем написано «хорошее сухое красное», но, зная нашего продюсера, это дешевое красное вино В то время нам пить было нельзя, особенно, да, вот, но, тем не менее, в общем, какое-то прикосновение Соответственно, добавляли к блюдам К блюдам, да Не, ну это все-таки бекон, это все-таки бекон, конечно Бекон же, он отличается от сала тонкостью нарезки И кому, Вячеслав, как не вам, рассказывать про бекон, поскольку вы провели в стране, которая ест бекон на завтрак, зажаренный до состояния корки В этой стране вы провели сколько в Соединенных Штатах? Уж слава богу 13 лет 13 лет, между прочим Так, вот, кстати, по поводу, по поводу выпьем за победу, я не могу не спросить Я, когда смотрю всевозможные финалы, празднуют все по-разному, допустим, баскетболист обливается с ног до головы шампанским Такисты обливают в кубок, пьют из кубка, правильно я понимаю, да? Кубок весит 30 килограмм, плюс еще 5 литров шампанского Ну, посмотрите на себя, вы здоровые ребята Надо соответствовать Надо соответствовать, соответственно А есть ли какой-то, например, ну вот когда вы выигрывали с Detroit Red Wings, выигрывали кубок Стэнли, побеждали Есть ли какой-то, допустим, званный ужин, большой банкет, посвященный, когда все хоккеисты уже не в форме, а в смокингах или... Обычно идет неделя празднования всего Удивительно, мы, выиграв после 40 лет с лишним в Детройте, первый раз, да? Да Это все-таки же хоккейный город называется На втором миллионе людей Через два дня, представляешь? Полтора миллиона человек Да, и они всю ночь, там, богатые, бедные, разных цветов кожи, национальностей, там, для расповеданий Стояли всю ночь, чтобы занять первое место около веревочки, чтобы помахать трафаретикам, которые подготовили Помахать вам? Да, нам, да А вы на чем ехали? На автобусе, на... Не, у каждого была машина, подписана фамилия, и ты с семьей, со всеми своими родными и близкими едешь вдоль города и пьешь шампанское Ах, друзья! Так, хорошо! Это же незабываемое чувство, невозможно Кстати, вот хочу сказать, что за короткий период времени, в течение четырех лет, я выиграл три кубка, два как игрока, один как три Вот, я как раз про тот, про тренерский Спасибо огромное, это вам аплодирует Знаешь, что интересно, да, вот я вот, так ощущения были близки, да, я вот понял, что, когда ты побеждаешь как тренер, у тебя больше удовлетворения, чем как игрок Вот я и хотел об этом спросить, отличается чувство Да, да, просто ты стоишь, ты вот на какой-то момент выбежал с ребятами, на льду там покувыркался, потом отошел в сторону и со скамейки, с лавки смотришь, как ребята радуются вместе с семьей, имеют особое чувство Вот, друзья, вот давайте, по этому тоже мы поаплодируем Так, не пора ли нам разогреть сковородку, на которой мы будем прямо сейчас, значит, нам нужно обжарить лук Готовить закуску для... Это мы будем добавлять туда курицу, да? Андрей Огон Да, не, мы сейчас... Значит, лук Значит, сейчас я хочу достать курицу, у нас же курица уже... у нас есть порезанная курица Вот она, готовая Готовая, вот, ну, такими небольшими кусочками, да, правильно? Нормально, вот такими, да, вот такими кусочками, вот мы порезали, взяли целую курицу Впрочем, курица дороже мяса стоила в своем время в Советском Союзе, не знаю почему А, кстати, был ли, Вячеслав, у вас плат, как у звезд хоккея? Был ли мясничок знакомый-то, с которого с черного хода говорил, Слава, заходи, сделай такую вырезку Ну, привези мне адидасовский костюм Да, кстати, да, кстати В красавке ты будешь мой самый главный клиент Слав, ну, честно, ну, я думаю, что в этом ничего зазорного нет, но были люди, которым привозил великий фетисов адидасовский костюм? Конечно, мяснику в первую очередь Серьезно? Кусить же хотел Так, я зажег, сейчас мы... Слушайте, сейчас я пытаюсь собрать, ну, сначала нужно обжарить бекон, потом добавить туда лук, и все это вместе, как следует, пожарить, для того, чтобы потом смешать это... Да, нет, сначала положить на одну кастрюлю нашу, потом сверху положим курицу, приправим ее, чем у нас... Так Возможно, и зальем... И зальем красным вином, и в этом курица должна уже у нас... Да, полчаса где-то готовиться Готовиться, так Мог ли я простой парень из Москвы, представить, что я буду ассистировать самому Ивану? Ой, ладно, ой, ладно Вот, вы знаете, мы начинаем... Я вам могу сказать, друзья, я, в принципе, могу сказать честно, мы с Фетисовым начинали одинаково, дворовые хоккейные команды, только Фетисов с своей командой выиграл, попал в финал городского турнира Команда ЖЭКа номер... 21, Тимириалевского района, город Москва Вот, да Соответственно, у меня возникает... Я сейчас добавлю чуть-чуть... Может, у нас что-то не пригорал, бекон, потому что жира не очень много У меня возникает такой вопрос А вот ребята из команды ЖЭКа номер 21, с ними какая-то связь поддерживается? Какое-то время ходили ребята на хоккей, когда я играл, а потом, в общем, судьба как-то развела Да, да, но ребята, многие как бы состоялись по жизни, многих, к сожалению, уже нет Район был непростой, надо было там утверждаться, уметь постоять за себя, поэтому, ну, рабочий квартал, бараки... Ну, так трус, как известно, не играет? Я не играю не по этим причинам Я не играю по другим причинам, совершенно просто... Так, ну что, высыпаем? Я думаю, что можно аккуратненько И вот в таком вот виде, вот так, да, отлично Вот в таком вот виде мы это все сейчас... Мы это все сейчас... С подачи Фетиса, Органт... С подачи Фетисова, да, и Органт вышел на... да, к воротам, назовем это так А когда играли, когда дворовая команда была Когда мы играли, ну, коньки были, даже вот когда я играл, хотя это было на несколько лет позже У меня коньки были самые... нет, у меня были простые, да, коньки самые Боттус были крутые в то время Ну да, ну то есть вы играли... вы во дворе сами заливали каток, да, или как-то... Да, у нас были энтузиасты, да, старших товарищей, которые любили хоккей Сами строили коробку, она была нестандартных районов То есть была коробка на столе? Да, 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 священие ребята провели, то есть оборудовали подвал То есть я пропадал там с утра до вечера, я думаю, что... Но самое интересное, что шанс в то время мне судьба дала три раза попасть в ЦСКА Я с третьего раза попал Первое воскресенье сентября набор детско-спортивной школы ЦСКА Очень стоял отметы в аэропорт детей с родителями для того, чтобы показаться хотя бы на 15 минут Тарасову и всем, Харламов, Рагулин, Фирсов А принимали сами? Да, да, это традиции были сумасшедшие То есть сидели прямо всех детей отзывали сами? Тарасов ходил на наше собрание детско-спортивной школы каждый раз Он великий был, оратор, психолог То есть традиция, я в майке ЦСКА не проиграл ни одного турнира вообще А почему никто не хлопает? Начиная с 10 лет, ты постараешься? С 10 лет ни одного турнира Вячеслав, на секунду вас оставлю на нашей кухне У нас короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим готовить в нашей постоянной серии Легендарные хоккеисты для вас, участники СМАК Мама, не пугайся, я просто сказал Вике, что ухожу, и она плеснула в меня горячим шоколадом Юкио Мисима, исповедь маски Дорогие друзья, у нас в гостях Вячеслав Петисов, с которым мы начинаем... Ты не пережаривай Я не пережариваю, я как раз хочу посмотреть, Вячеслав вам продемонстрировать то, что у нас получается И еще самое интересное насчет коньков, истории, когда мы поехали в Канаду, нам было 15 лет Это была первая команда из Европы Это юношеская команда? Да, 15-16 лет, да Нас усилили там тремя ребятами из Челябинского трактора в то время Ага Вот, мы ехали, не ведая, с кем будем играть, какой уровень там играть Представляешь, вот эта шайба, она была единственным окном мира всего Советского Союза То есть другого варианта вылететь из Советского Союза не было Представляешь, мы идем, пацаны, летим в Канаду, всех побрили Как сейчас Одели в куртке такие брезентовый цвет Дали шапки всем, правда, такие кролища хорошие Вот, и мы полетели 16-летние, 15-летние мальчишки в кроличьих шапках Подлетаем к Мондриале Нам стюардессы объявляют, ну, в то время 500 тысяч где-то было жителей Ну, что запомнилось, там 300 катков крытых, да И огромное количество открытых катков Мы так друг на друга посмотрели В Москве в то время было всего два Два открытых катка Думаю, куда мы летим, что мы здесь будем делать Везли нас в пятизвездный отель, как сейчас помню Пацанов из Хрущевок, из Бараков Пустарай, да? В феврале, да И рыба была не по четвергам Там была рыба каждый день Да, вот такой стол был Плюс фрукты и все, что связано Но самое интересное, мы играли при 15-тысячном стадионе в детском На детей пришли посмотреть 15-летние Советский Союз, Канада, на детей пришло 15-летний После этого я сказал, что я буду хоккеистом Вот, друзья, то есть самое главное, это в возрасте юном зерно зародить Да, в футбол я играл и хоккей, как-то был на распутье А тут сразу было решение, что... Знаешь, это орган, это сумасшедший, который нас всех сводил с ума в свое время, да? Да, в 72-м году Это на нашем матче играли Там какой-то оперный певец из местной филармонии В армонии спел гимнолом на русском языке, советском Ну, то есть круто было Я приехал на коньках и на гагах туда Такие, знаешь, и после первой игры у меня сломался этот стакан был такой железный Я с нами был парень-волонтер Ну, украинец, который немного говорил по-русски Его звали Джон, мы его звали Ваня Я говорю, Ваня, надо запаять, он так берет Он говорит, не паяется Я говорю, как, а как я буду играть? Он говорит, ну, подумал, пошли Мы идем там, в каждом катке есть ProShop, такой магазин, где продается вся экипировка Он заходит и показывает на коньки CCM SuperTax То есть это Rolls-Royce? Rolls-Royce, даже не ниже, да И он так мне дает эти коньки, я так меряю Он говорит, размер тот Там размера два поменьше было Я говорю, тот, тот, боялся, что... Заберут Заберут, да Но потом парень, который там продавал, он взял, померял мне ногу Говорит, дал на два размера больше Я успел, наконец, в тренировке, но после этого ребята со мной не стали разговаривать Потому что они так, они, наверное, стали отламываться Ваня, я потом на следующий день поехал, в коньках поспал Широтоль, Широтоль, в районе Широтоль, в пятизвездочном, да? Да, а потом на следующее утро выхожу, это мой Ваня, я говорю, Ваня, забирай коньки обратно Говорю, ищи другие, где мы их найдем? Я говорю, ну, у меня, говорю, отношения дороже Он все понял Короче, мы на тренировку приехали, он всех ребят Одел? Одел в коньки В эти коньки? И мы разорвали всех, Ваня, все шесть игр мы выиграли И дело не в коньках И дело не в коньках, ребята Так, Вячеслав, ну что, вот лук спассеровался Бекончик подрастопился, пропиталось все друг другом Как 30 лет назад, Ванечка Как 30 лет тому назад Слушайте, вы 30 лет назад с папой моим собирались? Да Это получается, что у него голодный трехлетний мальчик Ты ожидал его? Так, хорошо Начинаем загружать необходимые ингредиенты для курицы Мы берем кастрюлю Выкладываем все это на дно аккуратненько На дно выкладываем смесь из обжаренного бекончика и репчатого лука Выложили такую подушечку Красивая, да Подушечку выложили вот такую из этого всего После этого, Вячеслав, прошу вас, вы... Не стесняться, я понял, да Не стесняться, прошу вас Кладем курицу Чувствуйте себя, как в магазине, в прошопе, в Монреале Выкладываем Так, значит, мы выкладываем Достаточно, вы посмотрите, какими гусками Небольшими гусками порезаны курицы Я пошел за специями, да Что нам нужно... Горошек душистый, я думаю, там... Душистый горошек Есть гвоздика Гвоздичку, да Посолить надо, Ванечка Сейчас все мы сделаем Жди А соль у нас есть такая с овощами Да, давай, думаю, так Значит, так Туда Это мы все, как следует, солим Так, кстати, да У нас же еще соленый бекун все-таки, да? Все равно надо подсаливать Все равно подсаливаем Так Подсаливаем, подсаливаем, подсаливаем Еще чуть-чуть Дальше Мы берем несколько штучек перчика Вот так Теперь Душистый перец, который горошком Тоже Открываем И тоже несколько штучек кладем Гвоздик вот Да, перец душистый, невероятно Вот так вот Да Да? Так Засыпаем перец Гвоздика Что, шипеть, да? Ну, я думаю, что можно даже и семь Не отказать себе Да А мне кажется, пряное хорошо Пряное И что мы делаем дальше? Возникает вопрос А-а Соль, перец Вино у нас есть, я так понимаю Вино, Вячеслав, прошу вас Так не вот Так Было ли такое Не боясь? Да, не бойся Напоминает компот, в который случайно Родил курицу Ну, посмотрим Я думаю, что хватит Да Да? И мы ставим это на огонь Да И закрываем Да И теперь это в таком виде должно закипеть Да И в течение какого-то долгого времени 30 минут, я думаю Ну, я думаю, что, может быть, даже чуть подольше Да, там будет все хорошо Там будет все хорошо Вот эта фраза меня Я даже хочу поставить сначала на более мощный огонь Чтобы быстрее закипало Ну что же Вполне мы можем сделать легкий Я бы назвал это брейк Перепив Выпив сока Да Чемпионского Да А, кстати, свежевышленные соки были в меню сборной Советского Союза В 80-е годы? Нет Нет? Из трехлитровых баночек? Нет, когда я приехал в Америку играть, в общем, в то время началась мода на все эти фреши И жена мне готовила каждое утро коктейли Ну, давайте, друзья, утро фетисово, назовем так, сок, который мы сейчас будем готовить То есть, что нам для него нужно? Нам нужен яблоко, сельдерей Он может любые ингредиенты, поэтому, ну, это самое такое Яблоко, сельдерей Надо порезать Так Ну, попробуем Прекрасно Ну, что, и все Давай Давай Ты как шайба между ног вратаря, знаешь, как она? Так, раз, прям в фрегиры Вот, отщелкивает прямо Ой, отщелкивает прямо Вот так Слушай, у меня есть скорость Скорость у нас Не останавливается Да, хватает Я там смотрю, сколько у нас получается Теперь вот что Теперь мы достаем два, два бокала Ненужный Ненужный Ненужная пена останется Там А вам, любезный Вячеслав Я предлагаю поднять этот бокал За хоккей Вот так и живем Иван Андреевич Вот так и живем Да, ничего не могу сказать Ну что же, оставлю вас, Вячеслав, на секунду У нас, друзья, короткая хоккейная реклама Па-па-па-пам, па-пам На первом канале После которой мы вернемся И узнаете, почему борьба с браконьерами В Астраханской области называется Вне икры Портвейн так любят настоящие мужчины Трус разбавляет портвейн Дорогие друзья, Смак на первом канале У нас в гостях Вячеслав Петисов А откуда разговор про портвейн? Да курица в вине А вино испаряется И улыбка становится шире На наших лицах Ваня, а чем отличается портвейн от портвайн? Портвайн От портвейна Ну, дело в том, что мне кажется Портвайн это то вино Которое пришло все-таки из Португалии А портвейн это то вино Благодаря которому я родился Ну что, Вячеслав Не пора ли нам курица Которая на самом деле уже Она же недолго там должна находиться Я думаю, что она Как вот определить, что она готова Вот давайте посмотрим Курица стала вот таким вот Фиолетовым, прекрасным Таким Сейчас мы это будем выкладывать на релочке В свое время был немного другой цвет Наверное, и курица побледнее была И вино Да и вино было не то Да, не то, наверное Но запах, запах правильный Соответственно, я вот не закрываю до конца крышечку Пускай она выпаривается А мы Из чего мы делаем салат? Иван Андреевич, я думаю, шпинат есть у вас? Шпинат Сейчас посмотрим Да, я думаю Имеется, я думаю Сейчас мы посмотрим А вот, пожалуйста Да, видишь А вот, пожалуйста Шпинат Причем шпинат не нужно мыть Да, мытый? Мытый Прямо так, прямо Его нужно рвать, да и прямо класть Вот так вот, да? Да, да, хорош Шпинат Что еще? Все, салат готов, нет? Нет, нет Не так просто Теперь мы персик Ножичек Ножичек, пожалуйста Перчик Известный самурай А я могу Бери вот этот перчик Вот этот перчик, так Да Так А вот когда Когда 15-летним мальчишкой Да В Пятизвездочном отеле Оказались Вячеслав А что Вот поскольку у нас кулинарная программа А что произвело Вот Неизгладимое кулинарное впечатление Продукты, которые были в Монреале И в Советском Союзе Мы были как раз в Феврале То есть помидоры, огурцы Клубника Ананасы Какие-то непонятные Бананы Кстати, да И вот эти вот маленькие баночки Эти для кофе штучки Сливки Почему-то ребята пили их Выливали в стакан и пили Из маленьких вот их одноразовых Да, да, да Кофе не понимали в то время Вот А на самом деле, в общем, стейк Стейк, конечно, который Ну, у нас даже в кино не показывали А у нас просто Прежде всего В Советском Союзе Не было стейков По одной единственной причине Знаете, Юрич Лавров У нас принципиально Другая схема Разделки коровьей туши То есть С хвоста То есть вот это знаменитый С хвоста Чаще всего Ну, за что поймали С того и начинаем разделывать Но если Но если Серьезно Вот эта вот знаменитая схема Раздела говядина Которая висела чаще всего В мясных магазинах И С полосатого рейса пошло Ну, да С того фильма Да, да, да Так вот Там интересный вообще был посыл Посыл правильный Но Схема разделки говядины На Западе Совершенно другая И поэтому Такие стейки Как Тибон стейк, например Они просто не могли появиться Потому что просто Их и не было Филе миньон Филе миньон Да А нам на базе давали вырезку Нам специально С СССР привозили С какой-то базы Специальное мясо В день игры То есть у нас повара были Да Манюня Я с кровью сделал Она говорит Да все с кровью Я говорю А без крови Они говорят Все без крови Поэтому А вот так Да Нам мясо привозили В день игры По особому распоряжению Главного интенданта Советской армии Поэтому мы были крутые ребята Но близко к тому стейк Который там был Конечно не было Да вы и без стейков были крутые ребята Что тут говорить Что тут брать Значит я Чищу авокадо Да Я помидорчики Помидорчики Что у нас сейчас По составу Авокадо Помидорчики И мандаринчики Туда еще Да и мандаринчики будут Да Я тоже думаю Что тут делают мандаринчики Оказывается это Специальные Да Моя жена придумала Для меня Такой сытный Когда на трех диетах сижу Потому что с одной Не наедаюсь Поэтому То есть количество диет Связано просто С количеством продуктов Которые поступают В организм Конечно А вот К вопросу о том Какие вы были Крутые Крутые Вас же знали Ну я не знаю Просто вы как кинозвезды Мне кажется Сейчас такой популярности Ну вот такой Повальной популярности Нет Ну правда И побед таких нет Чего уж тут говорить Победы Удивительно Мы сейчас ездим По всей стране Очень много Да и люди Особенно Сибирь Дальний Восток С благодарностью Вспоминают То время И говорят Мы ночью смотрели Все эти игры Телевидение большое Играет роль В этом плане Естественно Если бы Прайм тайм Прайм тайм Не ставили Какие-то кулинарные Передачи дурацкие Хоккей Нет Это не дурацкие Но мы хоккей кстати Если ты не будешь Правильно питаться Ты будешь плохо играть Это же захват Поэтому здесь И ты сегодня Как раз и Стоишь Впереди всех Фундамент Да Фундамент Строишь Будущее Будущее Российского хоккея Да не только хоккей Правильно питание Да это и новые Иваны Уганты Которые должны Были спортивные Родиться А Я бы хотел сказать Слав Что у нас Так у нас один раз Авокадо есть Авокадо есть Это есть Это есть Так вот У нас один раз Не вышел смак По техническим причинам Я хочу сказать Что к вечеру Ладно рождаемость Люди Просто не ели И ели доходили До программы Время Политические новости Что смотрели К спорту Уже Пульс Ставился Все реже и реже Поэтому я Поэтому мы не имеем права Мы как У нас как на войне Мы не можем пропустить Ни одну программу Так И кедровые орешки Только это Завтрак для чемпионов Это обед для чемпионов Обед для чемпионов Так Самый сытный Полезный Такой радостный Он Светастый Вкусный Должен Получиться Так Отлично Оливковое масло Да Мы используем только Маэстро де олива С маки Это Я вам хочу сказать Вещи Так А ну-ка Бросьте-ка мне Лимончик Пожалуйста Баскетболист Иван Урган Так Оливковое масло Что там мне подсказывает Лимонный соль Да, лимончик обязательно Сейчас мы вот так вот Ну, кстати, в этом лимоне В этом лимоне А то есть даже вообще Не будем солью пользоваться Да, да, да Правильно А я, Вячеслав, могу сказать Что мы, по-моему, на финишной прямой Более того, у нас Ну что, нет? А я все-таки хотел бы предложить При помощи вот этого Ну что, так, сейчас Так Выками просим Да, пожалуйста Пожалуйста, друзья И вот, друзья Руки Три раза державшие Кубок Стэнли Да, всего 73 титула 73 титула Да, если музей появится в стране Я с удовольствием все это передам А мы Выключаем курицу И прямо сейчас Друзья Значит, курица Вы обжариваете Вы обжариваете на сковородке Сало Ну, мы взяли не сало А копченый бекон С репчатым луком Обжарите на сковородке Застилайте дно кастрюли Выкладываете порезанные куски курицы Сверху Перец горошком Перец душистый Гвоздика Соль Да, все это вы добавляете Заливаете это все красным Дешевым вином Это важно Зачем хорошее это вино И все это кипит Минут 40 Курица будет готова быстро Чтобы выпарился весь алкоголь И получился такой привкус Слегка копченый А курица приобрела Такой замечательный Фиолетовый Цвет вообще удивительный Фиолетовый цвет Модный, кстати, в этом году Абсолютно верно А помимо этого Вы также можете приготовить салат Порезав помидоры Авокадо Шпинат Болгарский перец И мандарины Залив все это лимонным соком И оливковым маслом Посыпать кедровыми орешками И посыпать Да, кедровыми орешками еще Далекие 70-е Однокомнатная квартира Которая На фестивальной На улице фестивальная В которой сейчас живет Вячеслав Вот Однокомнатная квартира На фестивальной Кстати, я уехал Семикратным чемпионом мира Десятикратным чемпионом Европы Четырнадцатикратным подряд Чемпионом страны Из однокомнатной квартиры Уехал В Америку В Америку Да, зарабатывает денег Вот так, друзья Друганов не хватает Друганов? Друганы все здесь Да Все друганы здесь Знаешь, Леша Косатонов Как это питерский Тоже голодный Приезжал ко мне В гости И мы вот это все И вот так вот Вы с ним готовили Да Только салатиков не было Таких против Да уж Потому что не было такого Ну и жены не было Которая придумывает Такие салатики Жена потом появилась 30 лет уже кормит Друзья, давайте-ка Поаплодируем Ладе Петисовой Которая 30 лет кормит И у нас ведь Хорошо кормится Стройно Ну это Три диеты Три диеты Ну что, друзья А теперь самое время Попробовать Ну вот Теперь посмотрите Как это выглядит Видите Внутри курочки-то осталось Нормально? Беленькая Сейчас мы попробуем А чё ж никто не хлопает А чё ж тишина-то такая Ну что, Вячеслав У нас есть кое-что для вас От нашего спонсора Компании Борг Вам достается Вот такой вот чайник Который сам, Вячеслав Зная о вашей занятости Нагрузках И постоянной работе Этот чайник сам заваривает чай Чайник это намек? Нет Чайник это я Друзья Какие друзья? Вячеслав Петисов С маки Спасибо огромное Спасибо Спасибо Сейчас к вам вернусь Мы будем доедать У нас короткая пауза Мы вернёмся к вам Уже в следующем Нашем литературно-кулинарном Альманахе Смотрите На следующий раз И вы узнаете Что долма В переводе с белорусского Означает Я не могу Мне нужно посоветоваться с мать СМЕХ СМЕХ